Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Но агитацией в настоящем смысле он не является. Никаких призывов, никаких слоганов, просто заголовок. Мы строим новую Россию. Давайте посмотрим небольшой отрывок этого чудесного видео. Решение по увеличению стипендиального фонда. Поддержать российское студенчество. Но понимаем конечно, что этого недостаточно. Безусловно одна из главных задач снижение заболеваемости и смертности. И конечно мы стараемся, работаем над тем, чтобы качественно улучшить медицинскую помощь. Мы запускаем программу модернизации здравоохранения в регионах. Что это было, что это за ролик нам рассказал Павел Данилин, политолог и шеф-редактор ресурса Кремль.Орг. Предыборная компания по выборам в государственном доме еще не началась. И безусловно этот ролик считать предыборным нельзя. Это просто инициатива одного из рядовых единороссов. Те месседжи, которые были посланы автором ролика. Вспомните о том, как вы жили. Вспомните о том, как вы сейчас живете. Подумайте о том, как будут жить ваши дети. Это все на самом деле очень важно. И не только для предыборной компании. И в целом для нашей партии, в целом для нашего народного фронта. На данный момент у этого ролика всего 304 просмотра. 94 человека кликнули «Мне нравится этот ролик». А больше 800 человек сказали, что ролик им не нравится. И сегодня же оппозиционеры сделали свой ответ. Давайте посмотрим небольшой фрагмент. Ролик сделал блогер и сценарист Олег Козырев. Конечно, что этого недостаточно. Безусловно, одна из главных задач – снижение заболеваемости и смертности. И, конечно, мы стараемся, работаем над тем, чтобы качественно улучшить медицинскую помощь. Мы запускаем программу модернизации здравоохранения в регионах. Спасибо, Сергей Козаков рассказал о начале предвыборной агитации Михаила Прохорова и о, скажем так, многозначном ролике с Путиным, который сегодня появился в сети. Напомним, Марат Гельман – галерист и участник нескольких предвыборных кампаний у нас в студии. Здравствуйте еще раз. Как вам начало предвыборной кампании? Давайте начнем, наверное, с... А, наоборот, с Путиным. Я предлагаю с Путиным. Это начало, не начало, старт, не старт, что думаете? Я посмотрел этот ролик, но те, кто его делали, конечно, сильно ошиблись с музыкой, то есть она такая тревожная. С другой стороны, значит, стало понятно все, что-таки против чего фронт, народный фронт, то есть против трудностей. Потому что мы стараемся, то есть, собственно говоря, смысл заключается так, что власть, Путин старается сделать все как можно лучше, но на пути есть трудности, не все получается. И вспоминается немножко такой Советский Союз, когда там борьба за урожай, борьба с климатом, то есть, в принципе, нет никакого такого врага у нас, кроме вот этих трудностей. Значит, в принципе, ролик сделан, вот если кроме музыки, достаточно профессионально, потому что по такой политехнологической схеме знаю ваши проблемы, сочувствую им, и вот что уже делают для их решения. То есть, это такая, как бы, достаточная схема. И понятно, что в этой, как бы, неразберихе Единая Россия, ОНФ и так далее, и так далее, фигура Путина является, как бы, то есть будут призывать голосовать, видимо, не за Единую Россию, не за Народный фронт, а за Путина, видимо, он возглавит. Впервые. Возглавит список, ну, список возглавит лично, я так думаю, по крайней мере, исходя из этого ролика. Но вот еще раз хочу сказать, что тот фон музыкальный, который поставили, то есть тревожный фон, это просто этот ролик будет отвергаться вне зависимости от того, что он даже правильно сделан. А почему вы так думаете? Ведь у нас люди любят бороться как раз, и, может быть, это их любилизует. Тревожная музыка, она, в принципе, ну, как бы, она, люди отрицают, в принципе, то, что они видят. Вот очень хорошо, что там нет улыбающихся лиц, все-таки серьезные, потому что ролик прямо, там, обращен прямо к таким большим голосующим таргет-группам, да, там, пенсионеры, там, солдаты. То есть, собственно говоря, это те люди, которые нуждаются в поддержке, ну, в патронализме государства, да, мы с вами не нуждаемся, собственно говоря, нам не нужен этот ролик. А им он нужен, да. А это думская компания, все-таки, как вы считаете? Это думская, конечно. Дело в том, что до того, как подписан закон, можно, как бы, вот, например, как только будет подписан закон о выборах, любое упоминание, там, Единой России, чего-то так далее, все будет считаться, там, в общем... А пока вот это время, месяц, там, 20-го, наверное, августа подпишут этот закон, вот пока это время, это время такой свободной, как бы, рекламы, ну, в которой единственное, что, конечно, нельзя и не за кого призывать голосовать. Поэтому он такой немножко абстрактный. Ну, да, ну, я думаю, что создатели ролика еще все-таки сами не понимают, и многие внутри Единой России тоже пока не понимают, а как эта коллизия с Народным фронтом Единой России, как она будет разрешена, то есть, кого будут ставить, как бы, какой лейбл будут ставить, за кого голосовать, рядом с фигурой, с портретом Путина, поэтому вот такая вот и размытость. Почта России сегодня вступила в Народный фронт каждый день, такие крупные организации, иногда даже профессиональные союзы, иногда даже без ведом участников, но с Почты России уже научно горьким опытом совсем все не так, там, по-моему, две трети сотрудников Почты России, да, кто-то все-таки, так сказать, нашли себе сдержавшиеся с Почтальона, кто не пожелал вступить в Народный фронт. Давайте тогда к следующей рекламной кампании. Вот тут просто я считаю, что галерист должен победить, Маратя Гельманевна, да, что тут желтый цвет, вы помните, да, золотой теленок, как-то красный, нет, голубой пошло-розовый банальный, красный слишком верноподданческий, давайте покрасим антилопу в желтый цвет, будет ярковатый, но красиво. Красиво получилось, как считаете? Ну, во-первых, там все же не желтые, а такое оранжевое и охра, то есть, может быть, экран показывает. Дело в том, что я видел эти билборды, пока ехал по Перскому краю, они там тоже у нас, значит, висят, на меня произвело плохое впечатление. С одной стороны, конечно, хорошо, что они появились, потому что многие думали, что, может быть, это партия, ну, такая партия спойлер, то есть, она будет технической. И сейчас идет такой важный очень период для компании, когда, ну, формируются штабы, там выбираются лидеры. И очень важно, что вот это сигнал, скорее, не для электората, а для вот этой, для этих активистов, которые принимают для себя решение идти туда, серьезная ли там история или несерьезная там история. Вот они видят, значит, появились щиты, значит, серьезная история, будет некий предвыборный, будет настоящая предвыборная компания, значит, для них это некий мобилизационный момент для активистов. С другой стороны, конечно, вот эти три составляющие, ну, да, вначале вообще просто дизайнерский, серый, холодный Прохоров на фоне теплого. Значит, это неправильно. То есть, в принципе, холодное на холодном, да, то есть, как бы, иначе получается мертвичина немножечко. Или теплое на теплом. Или теплое на, да, абсолютно. Прохоров на теплого. Ну, да, ну, то есть, можно, этот же серый цвет, его же можно было сделать теплым, там, ну, грязаль какая-то, да. Вот, кстати, на, когда, значит, обвиняли, значит, в плагиате с этим, с Билайном, да, если вы посмотрите, там желтый цвет, но лицо, желтый, то есть... Да, 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 теплое, теплое на теплом. То есть, это неправильно, в принципе, по каким-то законам восприятия, да. Теплое дело. Вот. Кроме всего прочего, вообще, кстати, опять же, если мы говорим о дизайне, ведь в политической рекламе очень важен элемент доверия. Поэтому в политической рекламе очень редко используют вот такую вытравку, да, то есть, когда лицо вырезается и кладется на какой-то фон, кроме белого или черного, который, в принципе, не фон вообще. Потому что любой вот такой, как бы, фотошоп, да, ну, то есть, как бы мы понимаем, да, любой фотошоп – это, как бы, недоверие, то есть, это картинка ненастоящая. А в политической рекламе это гораздо важнее, то есть, в коммерческой рекламе яркость, выразительность важнее, а в политической – доверие. Но там еще самый главный грех этой рекламы, конечно, это то, что Прохорову дают не его слова. Дело в том, что Жириновского мы знаем. Вот сейчас висят, кстати, неплохие, кстати, Белборда Жириновского, там, у нас там Перми нужен Жириновский. Мы узнаем его голос. Ну, мы, во-первых, узнаем его голос. Ну, там все. Во-вторых, это, как бы, некая прямая речь, опять же, которой мы доверяем. Вот. Но ему-то как раз можно было какую-нибудь цитату, там, «Мы за бедных, мы за русских», да, Путину можно какую-то цитату. Мы про них знаем много. Про Прохорова, про его политическую, по крайней мере, платформу мы ничего не знаем. И я бы уж, раз все равно надо тратить деньги на билборды, да, я бы обязательно потратил бы их на то, чтобы узнать что-то про Прохорова, про его личные, его личные слова, его личные высказывания, чтобы мы что-то про этого человека поняли. Будем работать 60 часов в неделю. И все сразу говорят, о, да, все, теперь мы знаем. Я просто что хочу сказать, может быть, можно другие, но уж точно не брать цитаты, которые всеми узнаются в качестве цитат. То есть это очень серьезная ошибка для нового политика, еще раз говорю. Вот. Ну и получается так, что вот это лицо мертвое, вот этот оранжевый, который ничем не подкреплен сам по себе, неплохой. И будет, наверное, в дальнейшем, может быть. Тут я как раз, как бы, ну не соглашусь с теми, кто говорит, что этот цвет в принципе плох. Вообще не бывает плохих цветов, по большому счету, любой цвет может быть интересным, выразительным и так далее, и так далее. И вот эта вот цитата, которая говорит совсем о другом, да, вот мне кажется, это очень неудачное начало. Вы бы сменили команду, судя по всему? Ну, не обязательно. То есть дело в том, что, во-первых, иногда бывает, что, ну, как бы, виновата не команда, как бы, а какие-то... То есть я вообще не готов комментировать. Во-первых, я хочу сказать, что в любом случае все, что происходит сейчас с правым делом, это лучше, чем то, что было в прошлый раз. На этой оптимистичной ночи, что правому делу не казалось, что они напрасно потратили средства. Завершим эту беседу. Большое спасибо, Марат, что пришли. Марат Гельман оценила старт предвыборной кампании.